Привет! Нить вашей судьбы. Какой путь вам уготовлен? Это карты Таро, зелёные карты. Это карты из вашего мира, из вашей метавселенной. Там, где не так, как у Цукерберга, а у вас, ваша вселенная. Мир вашей, ваш мир. И нить вашей судьбы. Какой путь вам уготовлен? В этом лесу магическом сейчас вы очутились, потому что вы открыли это видео не случайно и актуально в тот момент, когда вы нашли, и вы очутились в своём магическом лесу. Он вот такой, как шар, но он бездонный. Там очень большой лес. Это лес вашего будущего, вашей жизни. И там много лесных дорожек. Какова же нить вашей счастливой дорожки? Вообще, если честно, то в вашем лесу, в вашем космосе только счастливые дорожки. Только. Мы, когда идём по чужим дорогам, случайно, по знанию или незнанию, внедряемся в чужой мир, только тогда дорожки несчастные. А в своём мире всегда счастливые. Поэтому главное вернуться в свой мир, чтобы идти по счастливым дорожкам. Уж что-то я стала таким писателем. Я писатель видео. Настраиваюсь. Для тех, кто зашёл. Нить вашей судьбы. Это расклад в линию. Он называется нить в линию. Три первые карты. Паж меча. Но по своим дорожкам, в своём лесу, в своём мире, нужно быть господином. И паж — это поиск. И видите, здесь так темно, потому что есть люди, которые хотят в ваш мир проникнуть и вам сказать, как там жить. Ну, по их правилам. По каким-то их традиционным правилам. Какие у них традиции? Это их традиция. В вашем мире ваши традиции. Савата — это символ мудрости. И вы, как знаете, как благословляете свой меч. Вот видите на этой карте. Вы поднимаете меч. Это что за меч? Вот у меня вопрос к вам. Ведь есть разный меч. Принято вот как люди, которые с ангелами разговаривают, такие как я, что Архангел Михаил имеет меч света. Что это за меч света? Потому что Архангел Михаил — это ангел солнца. У него на картах Таро всегда круг и точка. Это говорит, что это ангел солнца. И меч света у ангела солнца — это, конечно, луч света. Луч солнца золотого. Так вот, чему вы здесь приносите свою молитву? Лучу солнца золотого, да? Потому что принято наши предки. Это языческая Таро. Они считали, что божество, оно такое огромное, что мы своему мишкам человеческим, ну, не можем его постичь. Они были, кстати, правы. Поэтому они разделяли божество на разные части, чтобы лучше понять. И поэтому солнце — это часть божественной силы. А здесь книга. Что это за книга? Книга вашей счастливой судьбы. Я же говорю, что это судьба. Это ваш судьбоносный мир. И ваша счастливая судьба, вы прочли эту страницу, поднимаете меч света и получаете то, что хотите. Что вы хотите? Все получите. Потому что в вашем мире есть все. Как у того кузнеца в акулой в мешке было все. Это, в общем, Гоголин гений был в этом плане полный. Он даже, может, и не знал. Такой пророк. И в этом мире вот есть такие два божества. Инь и Янь. The Lady and the Lord. Такие красивые названия. А когда пришли вот эти жуткие крестоносцы, потому что раньше были жуткие нравы, люди были захватывали, были такие ужасно агрессивные, страшные были люди. Это все прошлые века. И они пришли, северные народы, увидели божество с рогами и сказали, о, на черта похоже, здравствуйте. А почему вам не подумать, что люди, куда вы пришли, они тоже добрые и хорошие? Вы, как пришельцы, должны по их правилам жить, а не со своими правилами в чужой огород. Ну, сказали, о, рога, черт. Нет. А у древних языческих северных народов, у них олень – это божество, это бог летом. И его тотомное животное – олень. Это the Lord. Красиво так, да? И the lady. The lady and the Lord. Потрясающе, да? Шестой аркан влюбленные. Нужно обязательно посмотреть на номер карты, потому что в этих второжнике написано влюбленные, а the lady and the Lord. Но я знаю, что шестой аркан – это карта влюбленные. Так что этот новый цикл, сейчас начинается новый цикл, все таинственные дорожки вашего мира, где вы находите то, что у вас есть, талант свой. Вы мне скажете, как найти талант, как найти талант, мне все время это пишут? Да очень просто. Пробуйте все. То, что получается легче всего, там ваш талант. Но вы же не пробуйте. Вы ждете, пока талант раз, на голову упадет. Но некоторые, не все. Особо неосознанные не пробуют. Или говорят мне, а почему нет перемен? Перемены на голову не упадут. Нужно начинать делать что-то. И тогда будут перемены. Вот и все. Влюбленные – это новый цикл. Начинайте идти новым циклом. То есть по новым дорожкам. И там счастье, я вам гарантирую. Пятерка, чаш. Но, чтобы у вас получилось вот то, что я сказала, всегда нужно оставить в вчерашнем дне то, что уже было вчера. Или же то, что было сегодня, если вы вечером смотрите. Оставить во вчерашнем дне может быть заботы, нагрузку, или даже что-то очень хорошее. Мы, кстати, часто нагрузку не можем оставить, потому что на дне колоды восьмерка чаш. Видите, еще одна карта оставить то, что не нужно вам. Оставьте во вчерашнем дне все, что было вчера. Хорошее или плохое – это ваш опыт. Идите вперед. Но если так, еще конкретнее, потому что некоторые люди не понимают. Конкретный вопрос, конкретный ответ. Здесь, может быть, вы поссорились с любым человеком. На ссоры не бывает на пустом месте, мои дорогие. Значит, он или вы наступали на те места в вашем или в его мире, которых не нужно было. Это чисто приватно. Даже самого любимого человека не касается. Но вы или он наступали на эти места. То есть, опасные места, где вибрации негативные. И друг друга не поняли. Судя по этому раскладу, Вселенная даст вам возможность искать путь примирения. Пажата пояс. И искать возможность опять быть парой счастливой. Или же, судя по этому раскладу, вы найдете того, кто вам составит прекрасную пару. Это ваша линия судьбы. Счастливая линия судьбы. Нить судьбы. Что еще будет? Как нить судьбы будет идти? Это король жезлов. Эта карта такая, знаете, огненно-страстная. Жезлы, конечно, это масть огненная. Это может быть кто-то из ваших людей относится к огненным знаком по какому-то признаку, по солнцу или луне. Это может быть человек лев, стрелец или овен. Этот человек вам встретится на вашем пути. С этим человеком у вас очень много общего, а значит, счастье возможно. Ведь счастье возможно тогда, когда мы сотрудничаем. Когда мы не ищем изъян друг к друге или пытаемся друг друга научить жить по нашим правилам. А когда мы просто смотрим, окей, с этим человеком у нас много общего, общих целей, значит, мы сотрудники. А с этим цели разные. Нет вопросов. Бывает так, что мы живем с человеком, с которым у нас цели были когда-то общие, а теперь уже разные стали. Ну, стоит поговорить, может быть, вы найдете общие цели. Или стоит посмотреть на других людей, которые могут составить вам компанию. Да? Туз Жезлов, такие люди запросто появятся. Туз Жезлов это новый человек, новая энергия, новые возможности. Начало. Может, ваше начало в новой стране. Кстати, новый цикл в новой стране может быть в эмиграции. Может быть, для кого-то. А может быть, давно в эмиграции, как я. Мы, люди, кто в эмиграции живет давно, из всех наших бывших советских республик, мы друг друга очень хорошо понимаем. Поэтому я расклады делаю для своих. Люди, которые понимают меня. Да? Интересно. Десятка Жезлов. Смотрите. Начинается все с Туза Жезлов, а идет все к десятке Жезлов. То есть, вы вложились, знаете, есть такой пенсионный план, ну, наверное, на очень хороших компаниях. Я в таких никогда не работала. Где вы вкладываете в свое, в свою старость, там, один доллар, а компания дает девять. Ну, я не знаю, может, какие компании есть? Наверное, есть. Я думаю, Google такая компания, Apple, например, но, но там, где я работала в церкви, я, мне пришла, пришла на старость 2,70, 2,70, мой пенсионный фонд, бессовестные люди. Бессовестные люди, но я не хочу не говорить. Я привожу только пример, мои дорогие. А я и не собираюсь идти на пенсию. Я не люблю. А что там делать? Нужно работать. У вас будет доход в 10 раз больше. Вот вы вложили вот столько энергии, а получили доход или дивиденды в 10 раз больше. Конечно, бывает такое. Вы мне скажете, а у кого такое бывает? У тех, кто вкладывается правильно, в правильное дело, в правильную энергию. и у вас такое будет. Вы найдете, что для вас правильное в это вложитесь. Я так выкладываю карты, чтобы потом можно было сделать фото. но вы и так видите, я крупным планом показываю. Итак, нить судьбы продолжаем. Да, вы уйдете от трудностей. Это иммиграция, вынужденная. У меня в свое время была вынужденная. А что делать? Ничего, прорвались. Вам с голоду никто не даст умереть. Понимаете? На Западе с голоду еще никто не умирал. Но есть службы такие, но я вам скажу по своему опыту, вы всегда найдете, что делать. Обязательно. То есть, это или вынужденная информация, вам сейчас приходит вынужденная иммиграция по фактам, которые от вас вообще не зависели, чтобы себя уберечь нужно. Это вынужденный уход от отношений, которые были для вас ущербными. Вам не нужно было там в них быть. Ничего хорошего в них не было. Или же это уход от каких-то проблем. То есть, вы начинаете правильный здоровый образ жизни вести и поправляете свое здоровье. Вот линия судьбы. Смотрите. Я буду дальше брать карты, но я проанализирую до этого времени, потому что карт много, чтобы у вас все ясно и четко было. Сейчас вы идете дальше. Не смотрите, что было вчера или сегодня даже вот час назад. Идите дальше. По пятерке чаш. По опажу меча благословляйте свой путь. Вот этот меч света, который вы перед собой показываете, это же тот луч света. Луч света золотого. Вот видите, у меня солнце. Вот это вот этот луч света, который вас ведет к вашей правде. Ваша правда там, где легко получается. Дальше король жезлов. Это человек, который встретится на вашем пути или поможет, влиятельное лицо, состоятельное, может какие-то службы, когда если вы уезжаете, может быть это пособие, может быть это человек страстно в вас влюбленный, ведь жезл это страсть. дальше идет новый цикл. Карта влюбленная. Новый цикл, все с нуля и все такое вкусное. Это как знаете, что такое влюбленные? Это же намек на Новый Завет, это намек, вернее на старый, когда Адам и Ева созрели принимать решения сами. Тогда Творец сказал, все, теперь вы умеете, можете уже сами о себе позаботиться. И знаете, как Бог сказал раз и у них вау, какой рай, какое все красивое, какое все яркое, какое все роскошное, какое все вкусное, это яблоко, это слива, мы не знали раньше. И какие мы оба красивые. И вот будет такая роскошная жизнь, а то у вас буквально на пороге. Дальше десятка жезлов. Иногда бывает трудно, когда трудно идти в гору, вверх, но у вас вверху вот этот замок, то есть ваша мечта исполняется. Так что своя ноша не тяжелая, иногда трудно. Ну что, отдыхаем, идем дальше, отдыхаем, идем дальше. И вы осилите дорогу. Дорогу осилите каким образом? Десятка жезлов говорит, дорогу осилите. Один шаг за шагом по карте тут жезлов, следующая карта. Здорово. Вообще расклад можно писать поэму или же новеллу, или же вашу книгу жизни. И в этом ряду у нас еще есть карта ухода от трудностей или же от опасного положения. Это может в доме, в семье кто-то над вами издевается или же более глобально. Вы уйдете от этих трудностей и избавитесь от препятствий. Смотрим еще, мои дорогие. Нить судьбы двойка пентаклей. Денег будет в два раза больше. В два раза больше вы будете знать, что делать, чтобы заработать. Может быть два дохода с любимым человеком. Здесь вы будете жить вместе и два дохода. Шикарно. Шикарно, мои дорогие. Итак, что дальше? Десятка чаш. Я так надеялась, что она выйдет. Так и получилось. Вот знаете, когда человек радуется и с двух сторон он во всем видит хорошо, когда у человека есть такое выражение оптимизм. Вот двойка пентаклей это когда у вас стакан всегда наполовину полный. То есть вы оптимист. И здесь намек на пентаклей как на солнце. Потому что солнце это оптимизм положительный настрой и вообще реальная жизнь для человека его реальная жизнь всегда в голове. Вот как вы себя представляете? Когда вы настроены на лучшее, когда вы верите в себя это все лавитация это все притяжение к солнцу. Когда у нас знаете, как говорят шире плечи выше грудь. А мы вот особенно с возрастом может так я вот так вот хожу тоже. Ну потому что это как бы естественно для человека за 60 60 плюс мне уже будет скоро о май гад. Ну не важно сколько лет потому что шире плечи выше грудь означает больше означает больше быть настроен на оптимизм на то что у меня получится я вообще хочу просто радоваться я знаю сама что все будет хорошо голодная не буду но буду просто радоваться и в каком бы вам не было возрасте особенно для молодых это важно потому что молодым легче всего грустить она такая грусть красивая ранняя грусть человек ну понимает где-то там глубоко внутри своего сердца что но еще молодой понимает мне еще все будет хорошо но внешне такая грусть такая байрон такой да а нельзя потому что печаль приумножает печаль это я вам сразу скажу здесь в два раза больше по карте двойка пентаклей нужно вот этой лавитации хорошего настроения взахлеб как хорошо как мне нравится жить какой я оптимист таким людям везет если будет такой настрой я вам гарантирую по десятке час будете жить вот так но это это знаете как в сказке вот там золушка там или змеи какой-то а потом а после того как все это прошло они жили счастливо вот это оно и есть когда долгая счастливая медленная жизнь у нас называется бытовуха видели советские клише бытовуха ну да в общем была бытовуха тогда потому что в принципе если такая жизнь что все равно ничего не добьешься ничего не хочется делать и поэтому творческий человек не может развиваться но в современном мире так нет так нет надо нужно ну сражаться за себя что думаете в Канаде так себе оно каждый сражается на жизнь потому что никто за вас это не сделает никто вам не даст пособие которое было бы достаточно нигде ни в одной мере стране мира даже в самых богатых все что говорю все по делу я интегрирую жизнь на злобу дня интегрирую жизнь в расклады почему потому что что это за предсказатель который не интегрирует жизнь он мне о жизни не говорит какие понятия какие понятия какими понятиями живем это в раскладе освещается чтобы помочь вам в этом хаосном мире в этом сложном непредсказуемом иногда трагическом мире найти себя найти свое предназначение найти свою дорогу поэтому я говорю всегда приводя приводя примеры из современности десятка чаш вы будете счастливы карта солнца аллилюя я в восторге аллилюя солнцу я кстати мальфар кто не знает я же разговариваю с духами природы и ну мое солнце было речь понимаете ну колода то она большая семьдесят восемь карт ну вышла карта солнца вообще потрясающе да то есть вышла карта вот этой победоносного утвердительного настроения только с таким настроением человек может вот такого счастья достичь ну солнце это счастливый гороскоп это выполненное обещание это прояснение пути это солнце которое помогает вам в пути это ваш ангел хранитель архангел Михаил который защищает от негатива ой я сейчас могу начинать и это займет весь день вот просто солнце и сколько там у нас знаний круг и точка посередине вот туда мне нужно в солнце в успех ну что солнце символ успеха вот туда мне нужно точка круг и туда вот в самый центр в самый центр своего бытия в самый центр сознания в самый центр того что для меня сегодня важно и ценно в самый центр попасть это карта солнца и тогда будет вот такая счастливая жизнь что солнце будет над вашим домом все время сиять вообще я обожаю второй я такой энтузиаст я просто обожаю это же лекарство для души потому что без этих установок человек вообще ничего не может установка на солнце на витальность на то что жизнь будет прекрасно ведь здесь же подсолнух это же ваша карта рождения потому что вселенная прямо когда вы родились сказала этот человек родился для счастья я в восторге я просто нельзя переоценить даже это все что здесь открывается для вас карты счастья открылись как вам к этому всему прийти но здесь очень много было подсказок пожалуйста прислушивайте еще и каждый раз когда будете переслушивать что-то новое слышать я сама не знаю что я говорила у меня Николай приходит с работы и сразу начинает слушать мое видео говорит да ты там вот так и так и говорю я не знаю потому что я была под трансом под трансом высших сил так мои дорогие вышла карта шестерка в старших арканах влюбленные вышла карта солнца карта солнца это девятнадцатый старший аркан один плюс девять это десять десять это один плюс ноль то есть один на пять от вас зависит все потому что у вас есть и божественное и священное и все есть и свой учитель и свой целитель все все есть главное вот эти эти все субличности активировать а активировать их нельзя по-другому чем солнцем внутренним солнцем по гороскопу ваше солнце это это момент рождения и поэтому вы на земле но вы на земле как в своем космосе в своем мире я вижу давайте просуммирую и так что здесь вышло во-первых вышли пентакливые карты денег у вас будет два раза больше гарантия во-вторых вышли карты чаш и самая лучшая десятка чаш вы будете счастливы в-третьих вышли старшие арканы солнце влюбленные я уже о них столько сказала что не хочу как попка дурак повторяться опять и опять но хоть повторение мать учения но нужно же меру знать да хотя в меру в хорошем не должно быть в этом плане чем больше оптимизма тем лучше нам всем сейчас на земле не хватает потому что 8 миллиардов людей из них но больше чем 7 миллиардов люди не имеют возможности потому что живут в таких условиях может быть аутократия может быть сложные условия может быть там нет ресурсов нет еды они живут в таких условиях где они ничего не могут так что мы с вами кто живет в мире которые все-таки здесь наши права защищаются идеального мира нет идеального вообще ничего нет так что не начинайте мне ругать ругать демократические страны да у нас огромные деньги идут на таксацию то есть на налоги и так далее ничего идеального нет особенно в Канаде столько денег выходит на дороги что ни на что больше почти не хватает Канада же огромная идеального ничего нет но если вы живете в той стране где завтра не могут у вас все отобрать потому что кому-то хочется какому-то дяде это да вам повезло и нужно признать это и самое первое в молитве это всегда благодарение по карте солнца мы благодарение даем но там не людям а жизни ну и люди почему нет если люди хорошие почему же их не поблагодарить в общем я в восторге от этого расклада и я знаю что здесь ну я говорила о деньгах идет о любви тут Жезлов дает здоровье оздоровление десятка Жезлов говорит не уставайте делайте баланс между работой и отдыхом ну и все у вас будет замечательно я вас уверена я вас не волнуюсь с такими раскладами я о вас не волнуюсь я только знаю что нам нужно дружить чтобы поддерживать друг друга это нам точно нужно делать и в компании друг друга нам приятно и это очень важно так что пишите комментарии все читаю кстати целый день читаю комментарии когда не работаю читаю комментарии ну потому что это это наше общение и будем видеться обязательно жду ваших комментарий жду ваших лайков ну и если не жалко жду донатов спасибо огромное вам ну вот мои дорогие люди я знаю точно что мы скоро с вами и обязательно увидимся до встречи удачи Продолжение следует...